Я сейчас ей позвоню, ребята. Одна секунда. Значит, люди, пока все куда-то чего-то звонят, я хочу сказать, что переводы, которые я получил, прочел. И, значит, у меня такое представление, что все в основном справились. Все в основном справились. То есть там был один такой трудный для переводчика, принципиально трудный момент. Вот как бы эту, значит, рицпу Бат-Айя, как же ее уместить в стихотворение? Это, в общем, классический перевод, то есть классический пример непереводимого буквально высказывания. Потому что тут надо переводить уже как бы не с языка на язык, а из культуры к культуру. И несмотря на то, что, конечно, в книге царей этот эпизод рассказывается, но я пессимистически отношусь к тому, что значительная часть людей, хоть сколько-нибудь, значит, часть людей, не знаю, хотя бы 15-20% возможных читателей могут эту историю знать. Поэтому, значит, два крайних варианта, или даже три. Первый, совсем простой и, я думаю, негодящийся, это вообще опустить эту рицпу Бат-Айя. Ну, никто, слава богу, этого не сделал. Второй вариант – это попытаться вставить каким-то образом саму историю в текст перевода. Этим никто не воспользовался. Этим никто не сделал. Такой идеей. Значит, и третий вариант – примечание. Ну, вот с примечанием лучше всех, на мой взгляд, справился Валентин, потому что он просто не описывал историю, просто поставил там, не помню, звездочку или единичку, типа. Не только, Валентин, я у кого-то еще видела? Нет, у Рута поставила в последнем варианте. У Рут, да, правильно. Там она пересказала. Очень коротко. Пересказала. Ну, коротко, да. Ну, и, как всегда, при пересказе тут могут быть, конечно... В общем... Но, я повторяю, я очень рад, что все переводы, которые я читал... Олин, я, кстати, не видел перевод, Оля, вы послали. Я послала минут 20 назад, ребята, потому что у меня... Да-да. Я думала, я вообще не успею. Хорошо, Оля, тогда... Но я всем послала. Один вопрос. Пожалуйста, вы до Тани дозвонились? Я до Тани дозвонилась. Всем привет. Нет, она не может, она там кормит свою родственницу, в общем, она не сможет. Мы начинаем перевод. Игорь, извините, я хотел попросить в этот раз, когда, как было когда-то, я начну с подскочника следующего стихотворения. Я сегодня был у зубного доктора, мне не очень удобно... Зеев, договорились. Хорошо. Да, прекрасно. Прошу, прошу... Выключаем звук, выключаем звук. Прошу разрешения у всех. Договорились, все, я... Когда-то мы так делали, а потом это... Мне это не важно, в общем-то, и в целом, но сегодня я немножко не в себе. Хорошо, Зеев, спасибо, что вы с нами, и я, значит, тоже выключаю звук. Всех прошу. И еще я попрошу открыть... Да. Если вы распечатали, хорошо. Если вы распечатали, открыть на экране... Валентин, молодец. Открыть на экране текст самого стихотворения. Я его высыл. Да. Сейчас отключаю звук. Хорошо. Итак, это последнее стихотворение данного цикла, которое, как видно, было написано отдельно от всего цикла, поэтому оно есть уже в восьмом томе полного собрания сочинений. Но, как видно, у Рецви Гриммер, когда составлял это... Я прошу прощения, что перебил, я хотел спросить Алину, идет запись? Да. Алина, запись идет? Ну, записи автоматически задают параметры, идет запись. Идет, идет запись. Идет. Он с одной стороны подходит, а с другой стороны, она у нас стоит как бы особняком. И поэтому в свое время, я уже не помню, сколько, 10 лет тому назад или больше, мы его даже переводили... Только его, а не весь цикл. Итак, я читаю на иврите, а потом, как обычно, переведу строчку за строчкой. СИИОМ Ишь האלוהים Ишь אלוהים Ишь אלוהים Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, первая строчка, первая строфа Как потух лев пламени великого? Вопросительный знак, тире Вот гляньте, как потух или что потух? Восклицательный знак Вместо гляньте, конечно, можно посмотреть, вот посмотрите, тоже можно, это дело Можно сказать, вот увидите, вот увидите, что потух Тоже можно перевести Ген тир у Вторая строчка Как умолкло море, это у берега своего Вопросительный знак, тире Вот увидите, что умолкло Восклицательный знак Слово надам, это умолкло, можно, стихло, море Тоже Смолкло, стихло Третья строчка Эйхнеэлам хаугав эльхофо Ген тир у Кенээлам Как исчез орган У берега Своего Вопросительный знак Тут можно сказать, у берега его То есть, может быть, орган Исчез у берега моря Или у своего берега Это вопрос Это вопрос толкования Тире Вот увидите, что исчез Восклицательный знак И четвертая строчка Последняя в этой страфе Кодам каму гагалим Уль каху Да ядам Прежде поднялись волны И забрали его В руки свои Или руками своими Многоточия Из-за этой последней строчки Я Сказал, что Третья строчка Может быть Орган исчез у своего берега Или исчез у берега его То есть, морского То есть, как бы разбилось Скажем, судно На нем были инструменты Люди И они все исчезли Нет у них больше голоса Или Орган Когда прекращают играть Нажимать на клавиши Он как бы исчезает Он стоит, как мебель Но он исчезает, как музыка Это тоже может быть У него есть свой берег Своя грань У грани своей Хоф 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 это берег Но это как бы и Градь Следующая строка Пятая строчка Когда потухнет Лев огня Притеши моря При исчезновении Органа Следующая строчка Смыкается человек В нескольких полотнах И все врата Закрыты Многоточие Третья строчка Фекар векудер Севивав галей Кар векудер И холодно И сумрачно Ночь вокруг него Запятая Холодно И сумрачно Точка Точка Запятая Следующая строчка Омэдханээллам Бисдэйкевэр Бэмаадэр Вэодэр Стоит инкогнито Или исчезнувший В поле могильном С мотыгой И роет Или копает Но роет, по-моему, это Будет сильнее Многоточие Следующая строчка Ах, ишелогим Ах, ишелогим Роэ Вешумея Вэумер Но Божий человек Видит И слышит И говорит Двоеточие Восклицательный Знак И он Инкогнито Кончает Следующая строчка Одно слово И уходит Многоточие Или заканчивает Конечно Заканчивает И уходит И последняя строчка Которая подчеркнута Курсивом У Гринберга Ишелогим Молех Божий человек Царствует Восклицательный Знак Я забыл перевести Название Этого Стихотворения Скажу Его сейчас Сиюм Ишелогим Вянаилам Окончание Двоеточие Божий человек И инкогнито Или Исчезнувший Исчезающий Слово Найилама Но очень красивое На иврите И не очень так Выходит Красиво По-моему По-русски Но Поэтому я Решил перевести Как инкогнито То есть Неизвестный Нам Исчезнувший Непонятный Непонятный Есть в этом Я хочу Только немножечко Добавить Есть в этом Некоторый Скрытый Смысл Который Гринберг Я думаю Унаследовал Сознавая Сегодня мир Мир Мироздание Весь свет А на иврите Это Айн ламед бем В хасидизме Трактовали Олам Маалим То есть Тот Который Закрывает Собой Кого Он закрывает Собой То есть Что мы видим А чего Мы не видим Мир Закрывает Собой Творца А здесь Человек Божий Или Божий Человек Ишайлогим Тоже По-русски Божий Человек Обычно Обращаются Ну может быть Праведнику Там Чистому Человеку Но это Недостаточно Высоко А на иврите Ишайлогим Так Пятикнижие Называет Моисея Ишайлогим Он Человек Который Максимально Приблизился Ко Всевышнему Когда Получал Тору Скрижа Лизавета И вот Один Полюс Это Олам В котором Все Неелам То есть Это мир В котором Все Исчезает Есть Какой-то Круговорот И он Не дает Все Все Врата Закрыты Он не дает Нам увидеть Творца А Ишайлогим Тот Который Раскрывает Нам Мир Он Приближает Нас К Творцу Не удаляя Нас Из мира Но Делая Мир Более Просветленным Более Открытым В котором Есть Есть Заповеди Творца Заповеди Это Это Тот Тот Голос Который Как бы Слышится В этом Мире Но он Исходит От Всевышнего И действительно Моисей Ишайлогим Истор Он же Был Посредником Между Между Всевышним То есть Первые Первые Заповеди Все слышали А потом Он был Посредником Он Приносил В мир Который По своей Природе Закрывает Он Открывал Его И приносил В мир Заповеди Приказы Потому что Вот я перевел Я приказываю Но Можно было И может быть И правильнее перевести Я заповедую Потому что Русское слово Заповедь Оно Действительно Митцва А митцва От слова ЦАБ Лецовод Приказывать Заповедовать И так далее И в этом Отношении Наши Заповеди Это то Что исходит От Всевышнего И они Как бы Являются Тем Тем Мостиком Который Делает Земное Светское Делает его Святым И Вечным Вот Это Это Мое Это Это По-моему Мне кажется Что это Трактовка В духе Гринберга Гринберга И его Хасидского Наследия Я еще раз говорю На иврите Это очень красиво Это высокий Высокий Слог Очень красивые Слова Полные Внутреннего Напряжения Я надеюсь Что Вам Удастся Это Передать Миша Теперь Можно Открыть Звук Зеев Извините Пожалуйста Я хотела Вас попросить Первой строчке Я не поняла Слово Можете Повторить Пожалуйста Первую строчку Как потух Что Лев Пламени То есть Пламя Как будто Это Пламя Похоже На Львиную Гриву Львиную Гриву Ну Можно Конечно Как потухла Грива Львиная Пламени Как она Как бы Съежилась И вся Потухла Да Дело в том У меня вопрос Тут Секундочку Дело в том Что В одном В одном Рассказов В Талмуде Описывают Мудрецы Что Из Святой Святых Храма Вышел Гур Арает Шелэш То есть Молодой Огненный Лев Гриву Поэтому Пламя Ассоциируется С Львиной Гривой Которая Тоже Такая Желтая И При Солнечных Лучах Она Как бы Как бы Является Как будто Окружает Пламенная Корона Извините Миша Да Что вы Хотели Спросить Или Добавить Миша Я Я Не успел Записать Шестую Строку Да Митканеса Адам Бехама Ериот Бехол Ша Армугав Замыкается Можно ее повторить? Я сейчас ее повторяю Замыкается Человек В нескольких Полотнах И все Врата Закрыты Слово Ериа Это Библейское Слово Это Полотно Завеса И На сегодняшнем Иврите Например Занавес Занавес В театре Тоже называется Ериа Масах И Ериа Я Перевел В полотнах Ну да Ну конечно Обейте ввиду Саван Конечно Когда все Прекращает Свою Свою Деятельность То человек Тоже Умирает А что значит Замыкается Человек Нет В полотнах Ну как В саване Человека Обвертывают Его Но тут Конечно Он и Душевно Замыкается Когда он Не видит Никакой Перспективы Все потухло Все смолкло У меня У меня почему-то Прерывается Связь Поэтому я так И не понял Что значит Я еще раз говорю Замыкается Человек Можно повторить Я повторяю Миша Вы слышите Миша Да Я слышу Да Замыкается Дальше Человек Замыкается Человек В нескольких Полотнах Полотнах Да В нескольких Полотнах И все Врата Закрыты Все врата Закрыты Да Все понятно Все спасибо Хорошо Хорошо Еще какие-то Пояснения Вопросы Предложения Зэр скажите А у вас седьмой строке И холодно И сумрачно Только один раз Используется У меня такое ощущение Вы повторили Мне кажется в конце Она повторяется Нет Да Да Повторяется в конце А вот это важно И холодно И сумрачно Ночь Вокруг него Запятая Холодно И сумрачно Спасибо Вот я этого Хотел Дышать Пожалуйста Зэр У меня Совсем Простой Вопрос Да Вот как Мы Отличаем Немы Ну не знаю По интонации Еще как-то Слово Арье И слово Ари Арье Это обычно Когда говорят Про льва Конкретного То есть Про Про животные льва Лев А Ари Это обычно Когда это метафора Но Это не обязательно Например Метафора В самом начале Книги Шулхана Рух Написано Итгабер Каари Там не написано Каарье Итгабер Каари То есть Это более Высокий Слов Это метафорически Обычно Обычно Это так Хотя С точки зрения Самой грамматики Нет никакой Разницы То есть Здесь нету Вот этого Притяжательного Смысла Мой лев Нет 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 Ни в коем случае Нет 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 Я еще Почему Расспрашиваю Потому что У меня младший Внук Получил Ними Ари Я как-то Я до сих пор Думал Что это Типа Мой Нет Левенок Мой Левенок Нет Нет Если они Так считают То Конечно Это их Право Я не Переспрашиваю Я понимаю Я просто Знаю Что там Допустим Сын Шлома Но его Друзья И я Называют Шломи Ну типа Мой Шлома Ну это Не обязательно Мой Это Как бы Уменьшительное Да Да Когда-то Говорили Шломи И так далее Но сейчас Это Шломи Да Да Гади Гад Это Гади И так далее Но не обязательно Мой Это Это В общем и целом Как бы Уменьшительно Ласковое Но Ари Не имеет Нет 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 Ари Это Как раз Высокое Слово Хорошо Еще Что-то Алина Я вижу Вы крепко Задумались Не Не Все нормально И просто Очень устали Из-за моих Разговоров Вздремнули Не Не Из-за Две Сполаги Минуты Понятно Товарищи Дорогие Я рад вас Всех видеть В здравии Желаю вам Того же И в следующий раз Через три недели Может быть Обсудим Весь цикл Не только Последнее Стихотворение Будьте здоровы Поправляйтесь Спасибо большое Спасибо всем Чтобы вы были здоровы И чтобы были Только хорошие вести РФ Ашлема Туда Всего доброго До свидания До свидания До свидания Продолжение следует...